Люди-контент пока находятся в этом контенте. Контент ради контента. Это частично формируется, поскольку не человек контента, меня обычно тапочками за это кидают, но если мы почитаем классические учебники, мы ушли по журналистике, контент, контент, контент. Теперь, привет, свободный рынок, надо бороться за внимание. Навыка нет. Это не про джинсу, вот очень важный, важный, очень тонкий момент. Обычно говорят, что теперь продаваться, да не надо никому продаваться. Просто вы поймите, чтобы что. Мы в куларах разговаривали с мальчиком. Он говорит, ну мы хотим делать бизнес, я говорю, хорошо, вокруг чего вы хотите делать? Ну у нас там, значит, нефтянка. Я говорю, какая нефтянка? Для трейдеров. Или вы пресс-релизы пылесосите. Если вы пресс-релизы пылесосите, возможно, нужно сделать площадку. Потому что для такого обмена пресс-релизам, потому что обычно все друг за другом приглядывают, то есть каких-то косвенных вещей могут для того что-то сделать. Если вы делаете эту историю публичную, тогда нужно объяснять людям, как влияет, собственно, ваша нефтянка на их повседневную жизнь. Выхлопы, не выхлопы, погордиться там, не с теперь разобращающим заводом или ценным бензином. Что-то должно произойти. Нет, но у нас есть вот такие материалы. Я говорю, нет, стоп, стоп. Я в какой-то момент себе запретил называть такие вещи контентом. То есть я их для себя называл материалами, потому что из них все же нужно собрать. Для меня контент – это что-то уже, да, осмысленное. Причем важный момент. Я не говорю, что я как редакция какое-то мнение или наделяю его каким-то особым смыслом. Это немножко не та история. Можно отдать полуфабрикат, как информационное агентство отдает кому-то, ленту, и там человек что-то с ней должен сделать. А можно собрать это в какую-то картинку, чтобы человек дальше как-то к ней отнесся. То есть ключевой момент – контент. Контент – это то, к чему можно как-то отнестись. Если использовать тот же самый термин «люди контента», есть еще одно увлечение, которому они очень подвержены. Это технология решит все наши проблемы, форматы и платформа. На какой платформе лучше всего публиковаться, чтобы быть успешным? Здесь это извечное желание, чтобы что-то как-то решилось без особого напряга. Из всей коммуникации почему-то в средствах массовой информации, как мы сейчас с тобой разделяли, в средствах массовой информации, исчезает приемник. Есть передатчик, есть канал. Ну то есть мы разобрались с передатчиком и сообщением. Ну типа это вот материал или контент. Мы типа даже начали щупать какую-то технологию. Привет, канал. А приемник, который как бы это «Алло?» А у него же свои ценности. А у него свои ценности. У него, простите за сроки слова. Путизаврус. Может, не читает то, как мы ему рассказывали. «М-м-м!» «М-м-м!» Продолжение следует...